Отлично, спасибо большое. Декабрь думает, как же использовать его просто на тысячу процентов, как же сделать так, чтобы заработать свои 20, 30, 40, 50 тысяч, у каждого своя цифра есть в мечтах и фантазиях в декабре. И я вам так скажу, что это тот месяц, когда вся наша работа до того в сетевом бизнесе, вся наша работа в декабре, она как будто бы удваивается в результатах, потому что это самый вкусный, самый классный месяц. Почему? Ну, очевидно. Потому что в этот месяц люди покупают подарки. Напишите, пожалуйста, вот очень интересно получить обратную связь, вот сколько вы лично хотели бы заработать в декабре? Мы сейчас не берем ваш доход от сети, то есть вне зависимости от того, какая структура у вас есть, кто-то зарабатывает 5 тысяч, кто-то 150 от сети. Сколько вы хотели бы заработать вот здесь сейчас в течение декабря на подарках, на том, что люди у вас будут заказывать? Супер. 100 тысяч, 50 тысяч, 40, 50, 100. Вау, вау. Мне очень нравятся эти цифры. И в принципе все эти цифры, 500 тысяч тенге, супер, 30 тысяч. И все эти цифры, которые вы сейчас пишете, они абсолютно реальны. Почему? Потому что есть уже огромное количество людей в компании RML, которые делали результаты. В моей команде есть партнеры, которые в такие яркие месяцы, в декабре в том числе, только на заказах, только на продажах, только на подарках зарабатывали более 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей за месяц на подарках. Один из свежих примеров, буквально вот на днях, мой партнер, которая выехала в организацию для того, чтобы уже предложить им духи в качестве подарков для себя, она за один день, просто за один день заработала 17 с половиной тысяч рублей чистыми. Просто вдумайтесь в эту цифру, это очень круто. Многие люди месяц, месяц ходят на работу за такие деньги. А тут это делается за день. И мы сегодня с вами поговорим о таких важных вещах, что нужно делать в декабре для того, чтобы заработать ту сумму, которую вы написали. Для каждого это сумма своя. Каждый сделает свой результат в декабре. Кто-то сделает 20 и скажет, вау, я красавчик, потому что я никогда этого не делал раньше. Кто-то сделает 50 и скажет, мало хочу еще и не остановится и будет до вечера там 31 декабря всем писать, звонить и так далее. За себя могу сказать, что я пришел в Армель в 2015 году, в августе месяце. И когда наступал мой первый декабрь, у меня была такая вот прям мечта, что я когда-либо в этом бизнесе смогу заработать больше, чем я зарабатывал на работе в найме инженером до того. И когда я в декабре только 24-25 тысяч, я заработал только на продажах, только на заказах, только на подарках. И для меня тогда эта сумма была очень значительная, очень вдохновляющая, потому что это было больше, чем я до того по найму зарабатывал. Плюс была какая-то денежка уже от сети, я прям, ну не знаю, я был в шоке, я был в восторге от того, насколько это круто работает. Но ключевая такая фраза, ключевое понятие, для того, чтобы это было, вы должны начинать действовать здесь и сейчас. Почему? Просто потому что люди начинают думать о подарках здесь и сейчас. Что вам нужно сделать в первую очередь? Вам нужно вспомнить и не просто вспомнить, но написать всех людей, кто в вашем окружении будет делать подарки своему окружению на Новый год. То есть у каждого из вас есть масса знакомых, сотни, тысячи и так далее. И есть люди, с кем вы хорошо общаетесь, есть люди, с кем вы, может быть, давно не общались. Но это шикарный повод напомнить о себе. Я думаю, что каждый из вас помнит одну простую истину, мы об этом говорим всегда. У вас есть свой магазин. Ну вот у меня он, по сути, сейчас за моей спиной в таком визуальном формате. Это наш офис-склад города Ростова-на-Дону. Но у каждого из вас, по сути, есть точно такой же магазин. У кого там в городе находится мини-склад или логический центр или бизнес-лоф, например. У кого-то есть доступ к интернет-магазину, где он всю эту продукцию может также купить, получить через несколько дней. И, соответственно, у вас есть свой магазин. А у людей вокруг вас, самое интересное, что у всех людей вокруг вас есть проблема. Какая же это проблема? Вспомните себя до Армель. Вот, пожалуйста, я хочу сейчас достучаться до вашего сознания. Вспомните себя до компании Армель. У меня всегда была проблема, что же подарить людям вокруг себя. Ну, хочется же сделать подарок действительно полезный. Хочется сделать подарок действительно нужный, интересный, который человеку понравится, который подойдет. Ну, и желательно, чтобы этот подарок еще соответствовал моему бюджету в ценовом сегменте. Можно много было бы что подарить, но когда с финансами не все, скажем так, супер, ты уже начинаешь выбирать подарок по соотношению цена-качество. И я всегда помню вот эти вот моменты выбора, потому что, ну, честно сказать, у меня с креативом не всегда было так здорово. И приходилось прям поломать голову. То есть у меня реально была проблема, что подарить маме, что подарить братьям, что подарить там дяде-тете, что подарить друзьям. То есть это прям была дилемма и проблема. Кто до Армель с такой проблемой сталкивался? Напишите, пожалуйста. Кто понимает сейчас, о чем я говорю? А пока вы пишете, выпью кофе-гоу. Обожаю этот напиток. Отлично, отлично. То есть вы понимаете, да, о чем речь. И поймите, что вокруг нас огромное количество людей, да практически у всех, которых в начале декабря, вот сейчас, в эти дни, в эти моменты, либо в те моменты, когда они получат свою зарплату, обычно это ближе к 10 декабря, возникает вопрос. Через там 3 недели, через 4 недели, через 2 недели, у каждого момент зажигания свой. Новый год. Что дарить людям? Что дарить жене? Что дарить мужу? Что дарить родителям? Что дарить друзьям? Что? Что, 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 что? И тут появляетесь вы. И говорите, слушай, ты наверняка ломаешь голову о подарках. У меня есть классная тема, классная идея, классная возможность. Я могу тебе показать продукт, показать, как он упакован красиво, в какой упаковке, как это выглядит, на любой вкус кошелек, кому посоветовать, помочь, выбрать, решить, подобрать и так далее. И реально очень многие люди, они просто будут приятно удивлены, приятно обрадованы, что у вас это можно сделать, что вы можете своим, своей помощью решить проблему человека. Просто поймите, что каждому конкретному человеку вокруг вас вы можете помочь решить его проблему. И самое главное, что получить за это прибыль. И подарки, помимо всего этого, да, то есть возможность подсадить людей на подарки, на подарки, купленные в Вармель, это отличный повод, чтобы в вашем городе, или не обязательно в вашем городе, да, у нас сейчас есть опять же интернет-магазин, через который люди могут получить это в любом городе, в любом населенном пункте России и тех стран, где компания работает. Это отличный повод, чтобы как можно больше людей узнали об Вармель. А смотрите, что самое интересное. Представьте, что у вас купят, ну пусть 20, пусть даже 20 человек вы обслужите. Я беру вообще прям по-скромному. 20 человек у вас купят подарки. Каждый подарит эти подарки, ну пусть даже 3 людям, пусть там 5 людям. Ну хорошо, 3. И смотрите, что происходит в этот момент. Это значит, что в вашем городе вокруг вас, по сути, от вас о компании Вармель узнает, причем узнает не на словах, а в пользовании, как минимум 60 человек. 60 человек. Как вы думаете, из этих 60 человек найдутся люди, которые, попользовавшись этим продуктом, выпив этот шикарный кофе, подушившись вот этими шикарными духами или еще чем-нибудь, скажут, я хочу этот продукт покупать. Обратятся к тому человеку, который купил у вас этот подарок и спросят, а где ты купил, у кого ты купил этот кофе, у кого ты купил этот парфюм, у кого ты купил этот спрей для волос, расскажи мне, дай мне контакты. Опа, клиент. А как вы думаете, будут из этих людей люди, которые захотят зарегистрироваться, стать партнером, возможно, зарабатывать. Дайте обратную связь. Понимаете, к чему я веду, какую логику я веду? Напишите, пожалуйста. Отлично, отлично. Соответственно, ваша задача просто приучить свою семью, друзей, знакомых, тех людей, кого вы можете коснуться одной простой истиной, донести одну простую истину, что за отличными подарками к вам, вот именно к вам, что вы можете решить все проблемы людей с подарками на любой праздник, ну, а на Новый год в том числе. Я для себя эту проблему решил уже 6 лет как. То есть 6 лет у меня этой проблемы нет, что дарить людям на дни рождения, на Новый год. Точнее скажу так, иногда такая проблема возникает, когда этот подарок нужно сделать партнеру Ормейд. Тогда да, тогда приходится голову поломать. Во всех остальных случаях всегда, на любой повод, на любой праздник, на любой вкус и кошелек можно подобрать что-то из нашей линейки. Вариантов масса. Упаковать это красиво, да, купите упаковочки с фикс прайса. Ну, наш следующий спикер, я пока держу в секрете, кто это будет. Я сегодня школу проведу для вас, кстати, не один. У нас будет сегодня интереснейший гость, который тоже является экспертом в продажах нашего продукта, во вкусных продажах этого продукта, в позиционировании продукта и подарков через соцсети в том числе. И этот человек поделится сегодня своим опытом. Я думаю, что будет всем интересно. Вот. И она более подробно уже расскажет, покажет, как можно все это визуально вкусно подать. Можно купить упаковку в фикс прайсе. У нас в личных кабинетах есть вот такие вот замечательные, я думаю, вы видели, да, упаковочки. В каждую из них можно что-то положить, подарить. Ну, например, давайте, допустим, вы хотите сделать подарок брату, допустим, мужчине. Что туда? Кофе. Раз. Отлично, Лёв. Духи. Ну, например, вот просто как вариант, в одном футоне, в черном таком футоне сегменте. Вот. Все, отличный подарок. Вот новогодний подарок. Для вас этот подарок вышел там в тысячу с небольшим рублей. Для человека это уже классная ценность. Понимаете, в чем еще плюс, когда вы сами дарите подарки из Армель. Вы как минимум на этом экономите. И, естественно, прежде чем кого-то звать в свой магазин за подарками, вы должны сами четко раз и навсегда запомнить, что вы сами подарки покупаете только в Армель. И, соответственно, еще к чему мы приходим. Тоже такой ключевой момент, о котором я хочу сейчас сказать и на что хочу обратить внимание. Напишите, пожалуйста, в чьих городах... Давайте так. В чьих городах есть мини-склад? Поставьте единичку. Мини-склад или логистический центр, или лофт. То есть постоянный большой ассортимент товара. А в чьих нет, поставьте нолик. У кого в городах нет мини-склада, лофта, то есть товаров большого в наличии, поставьте нолик. Так, ну то есть примерно 50 на 50. В принципе, это касается всех, что я сейчас буду говорить. Но гораздо больше я хочу обратить внимание тех людей, у кого нет быстрого доступа к товару. Очень большая рекомендация, особенно вот в такие месяцы, как декабрь, запаситесь товаром в наличии. Почему? Потому что, во-первых, многие люди хотят видеть вот визуально, что вы им предлагаете. Потрогать, пощупать, посмотреть. То есть закажите товар и соберите там хотя бы 2, 3, 4 вида подарков, которые вы можете предложить. Очень многие люди хотят, вот они к вам пришли, они с вами встретились, вы им показали, они хотят купить. Многие не готовы будут ждать там 5 дней, неделю, когда вы это закажете, когда вы это получите, когда вы это привезете. Второй момент. Особенно ближе к концу декабря, то есть уже после 15 чисел, могут быть задержки с доставкой. Потому что это время такой повышенной нагрузки на все транспортные компании, на все-все-все. И реально с этим могут быть проблемы. А если у вас в городе есть мини-склад, опять же не забывайте, что в декабре ажиотаж не только у вас. Ажиотаж у всех людей, у всех партнеров компании, везде. И даже на мини-складе может чего-то не быть. Захотелось вам, например, подарить кофе-микс, а разобрали вы на мини-складе. А мини-склад поставку получит через неделю, например. Поэтому вот у меня такой ценный совет для каждого из вас. Возьмите что-то вот для подарков в наличии. И, кстати, есть классный повод сделать это до 5-го числа. Кто знает, какой повод сделать личный тип из 100 баллов до 5-го числа? Напишите. Да, абсолютно верно. Марафон от компании еще такой приятный бонус. Кто делает 100 баллов до 5-го числа включительно, попадает на завершающий, на самый такой вкусный, на самый интересный марафон роста в декабре. Марафон роста у нас уже идет 5-й месяц. Но я уверен, что декабрь будет самый такой, самый яркий, самый интересный, самый крутой по контенту. Поэтому благодаря этому вы можете попасть в декабрьский марафон роста. Это действительно удобно. Это действительно классно. И самое главное еще раз, на что хочу обратить внимание. Старайтесь коснуться всех этих людей, о ком мы говорим, в ближайшую неделю 10 дней по максимуму. Почему? Потому что когда вы людям будете писать 20-го, 25-го числа с предложением подобрать подарки, чем ближе к Новому году, тем больше вам людей будет говорить, я уже купил, я уже выбрал, я уже заказал, я уже нашел и так далее. И, соответственно, вы просто умеете. Все. То есть люди уже сейчас начинают об этом задумываться. Пик, вот прям пик. Это будет где-то в промежутке с 10 по 15 число, когда все получат зарплату. И именно сейчас вам нужно договариваться с людьми уже о встречах, о том, что вы к ним приедете. Вы приедете к ним, может быть, на работу и покажете всем. Это очень классно работает. Когда вы приезжаете к человеку на работу, показываете это все, там большое количество людей, большое количество сотрудников, они все это смотрят, видят, заказывают, покупают. И смотрите, почему я сейчас сделал акцент на 30 тысяч рублей. Что такое 30 тысяч рублей? Я, опять же, люблю часто все это выдавать в цифрах. И поэтому я специально расписал, что такое доход в 30 тысяч рублей. Смотрите. Все посчитано и по баллам, и, естественно, по прибыли. Сколько вы зарабатываете? Смотрите, реально ли в декабре предложить в виде подарков людям, чтобы они у вас купили 10 флаконов Classic, 10 флаконов Original, 10 флаконов Nelux, 20 пачек Coffee Go, 10 гели для душа, 10 кремов для лица. Ну, это я так грубо беру. То есть это примерно тот ассортимент, который у вас могут купить 15-20 человек для своих подарков, о которых мы говорили. Понятное дело, что у нас линейка шире, но чтобы сейчас не сильно загружать, не сильно удаляться в расчеты, я взял на примере вот таких вот 4 продуктов, 6 продуктов. И посчитал эту прибыль. Ну, естественно, как минимум 100 баллов в любом случае, то, о чем мы с вами сказали, это ваш личный LO. Вот, то есть вы в любом случае берете кофе себе, да, вы берете там что-то для стирки себе домой, потому что вам это надо. Плюс те подарки, которые вы сами сделаете своим близким, своим друзьям. То есть 100 баллов это в любом случае, и я рекомендую, как я уже говорил, эти 100 баллов сделать вот уже в ближайшее время. И дальше несложные математические расчеты, что нам дают. Кстати, вот эта вся балловка, это 415 баллов. 415 баллов просто на подарках, плюс 100 баллов, которые вы сделали сами. То есть таким образом ваш личный объем, как вы видите, 515 баллов. Кто когда-либо в какой-либо месяц в компании Armel делал 500 баллов и более? Есть такие люди? Напишите, пожалуйста. Кто делал 500 баллов и более? Супер. Супер, друзья. Большие молодцы. Супер. Так вот, таким образом вы... Ну не обязательно сразу, в течение месяца. Не обязательно сразу. В течение месяца. Таким образом, при таком раскладе, ваш доход 4035 рублей сейл бонус, 1854 рубля степ-ап бонус и 29700. Это прибыль просто от продаж, да, от того, что люди у вас купили эти подарки. То есть вот те самые 30 тысяч, о которых я сказал. Получается даже чуть больше. Получается там 35, 500 и так далее. Я бы еще отсюда мог вычесть сумму. Например, вы можете людей стимулировать еще чем. Смотри. Например, если мы говорим про руководителя организации. Вы договаривайтесь с какой-либо организацией, с руководителем, что вы придете и покажете вот те самые новогодние подарки. Чтобы его заинтересовать, собрать персонал, сделайте ему подарок. Придите, подарите ему вначале, подарите ему пачку кофе. И уже после того, как вы ему подарили, попросите собрать сотрудников, которым вы проведете презентацию новогодних подарков. Поверьте, человек, который получил от вас подарок, он же вам не скажет, идите отсюда, я не буду этого делать. Особенно, если для него это не составляет никакой проблемы. Я в один из новых годов, не помню, 2 или 3 года назад, честно говоря, мне одна ситуация повергла в шок. Я в поликлинике подошел к заведующей поликлинике. Таким образом сделали подарок, тоже пачку кофе. Попросили собрать сотрудников, спросили, в какое время подойти, ну, как раз таки с подарками, с образцами, чтобы она собрала сотрудников. Вы не поверите, у меня был шок. Она звонит, говорит, приходите там в час дня, будет перерыв, все, я всех собрала. Мы приходим вдвоем, и просто там человек 30 вот так вот вокруг все собрались, все нас ждут. Для меня даже в тот момент это был такой легкий шок, потому что я не ожидал такого количества людей. Но на практике, скажу, с таким количеством людей работать тяжело. Ну, невозможно. Я бы даже так сказал. Потому что каждому нужно уделить внимание, проконсультировать, рассказать. Каждый хочет здесь, сейчас. А когда 30 человек вдвоем, ну, нереально. То есть оптимально, когда это 4, 5, 7 человек одновременно. Вообще отлично. Это тогда здорово работает. На что еще обратить внимание? Давайте сейчас разберем. Вообще в целом, да, про продажи хочется сказать, что кто-то говорит, наверное, смотрит, думает сейчас, ну, опять про продажи, опять про этот. Но поймите главный момент, что навык продаж – это вообще ключевой навык для вашего успеха, для вашего результата в MLM. Потому что только находясь в процессе продаж, в процессе продвижения бренда, можно вовлечь в этот процесс людей из своей команды, научить их, показать и так далее. То есть вообще зачем вам нужен навык личных продаж? Ну, во-первых, это запустить правильную дубликацию в свою команду, правильно научить своих людей. Потому что если у вас люди спросят, а как делать вот это, а как подойти, например, по холодным продажам, а как, например, подойти по рекомендации в организацию, а вы сами этого никогда не делаете или не делали, сможете ли вы научить этому своих людей? Да нет, конечно, не сможете. А теперь представьте, что вы сами делаете 200, 300, 500 баллов, и много людей с вашей командой это могут повторить. Насколько вырастает ваш товарооборот? Во-вторых, по сути, получить реальный навык продаж товара – это научиться проводить презентацию. Да, вот как я сказал, когда вокруг вас собирается некоторое количество людей, по сути, вы проводите презентацию. И это вам пригождается в любом случае. Вам это пригождается в рекрутинге. Потому что рекрутинг – это тоже продажа, но уже бизнес-возможности. И, соответственно, благодаря продажам и через продажи вы увеличиваете свой первый результат по чеку. И, соответственно, этот результат вам дает эмоции, вы передаете эмоции людям, получаете еще больше результатов. Так это работает. Кстати, у кого когда-либо на встрече по бизнесу потенциальный партнер, то есть ваш кандидат, задавал вам вопрос. Ну, это все классно, а ты сама сколько заработала? Кто с таким вопросом в лоб сталкивался? А ты сама сколько заработала? А кто в этот момент испытывал такую некую неловкость? Кто сидел и думал, блин, что бы сказать? Ну, сейчас скажу, что заработала 3000 рублей за первый месяц. Ну, как-то мало, не солидно, да? Кто испытывал такую неловкость в этот момент? Было, да? Я вам могу сказать, что сделать и как решить этот вопрос, чтобы вы эту неловкость больше не испытывали. Почему? Потому что я сам это понимал, я сам через это прошел. И для того, чтобы эту неловкость не испытывать, я просто в свой первый месяц сделал упор на продажи. На продажах за три недели заработал 14,5 тысяч рублей. Это был не декабрь, это был август. Заработал 14,5 тысяч рублей. И на каждый вопрос, который человек мне задавал, сколько ты сам заработал, я говорю, слушай, ну, за первые три недели только на заказах я заработал 14,5, плюс еще на том, то есть 18,5 тысяч я заработал за три недели. При этом я не вставал в 8 утра. Я не ходил на работу, я вот, скажем так, в свободном графике. Ну, мне кажется, неплохо. И уже человек такой, ну да, неплохо. А теперь представьте, когда вы за декабрь заработаете 30 тысяч рублей. Проводите встречу там 10 января, вам кто-то задает вопрос, слушай, а ты сам-то сколько заработал? Говорите, ну, знаешь, так, при том, что я там работаю еще параллельно на работе, ну, тридцатку в декабре сверху заработал. Или там, знаешь, ну, за счет того, что я как бы в декабре еще много чем занимался, ну, то есть какими-то своими делами там семейными, может быть, съездил куда-то отдохнуть на недельку, или там просто, ну, жил больше в кайф, но при этом благодаря Армеле я еще заработал 30 тысяч. Как вы думаете, человек отнесется к этому серьезно? Как вы думаете, будет вам неловко об этом рассказать? Вы сразу получаете уверенность, и эту уверенность передаете человеку. Что он вам скорее скажет? Слушай, круто, я тоже так хочу. Если вы заработали 3000 рублей, человек вам не скажет, я тоже так хочу, понимаете? А если вы заработали 30, ну, гораздо больше вероятность, что я скажу, слушай, круто, это здорово. Соответственно, благодаря этому вы приобретаете уверенность уже, уверенность в своем бизнес-предложении. Вы приобретаете уверенность в продукте, что этот продукт нужен большому количеству людей вокруг вас. И, соответственно, если у вас большая структура, то таким образом вы сможете мотивировать ваших партнеров, показать им этот результат. Много количества людей, которые захотят повторить это, захотят так же, захотят лучше. Понимаете, о чем я сейчас говорю? До кого вот эти моменты начинают доходить, кто их пропускает через себя? Дайте обратную связь, пожалуйста. Отлично. Ну и, собственно, такое некоторое резюме ко всему. Гарантия высоких продаж какая? Ну, во-первых, это умение заводить новое знакомство. То есть не стесняйтесь, просто не переживайте, не парьтесь, что о вас подумают, о вас вообще не подумают. Это касается любых моментов. Соцсетей, живых встреч, живого общения, холодных продаж, неважно. Учитесь заводить новые знакомства. Как заводить новые знакомства? Открытость и позитив. Открытость и позитив. Комплименты. Ну, комплименты не такие, знаете, прямые в лоб, а такие интересные, веселые, может быть, даже нестандартные где-то, интересные. И еще ключевой момент. Комплимент, у вас не должно быть цели, такой, знаете, продать во что бы то ни стало. Вот должен разбиться, но этому человеку должен продать во что бы то ни стало. Нет. Сейчас уже психология продаж, она уже вышла на новый уровень. И если вы с таким мышлением человеку подходите, большая доля вероятности, что он у вас ничего не купит. У вас должно быть искреннее желание помочь человеку, который перед вами, с решением его проблемы. Какая у всех людей проблема в декабре, мы с вами обсудили в начале школы. У всех людей в декабре проблема, где купить классные подарки по классной цене. У меня. У меня в компании Армель. Всем сюда. Белком. Ну, соответственно, опять же, вместо скидок дарите подарки клиентам, дарите подарки тем людям, которые у вас покупают подарки. То есть, ну, например, заказал у вас человек пять флаконов духов на подарок кому-то. Подарите им там упаковку кофе для него лично. Подарите ему там гель для душа или еще что-то. То есть, вот таким образом, мотивируйте на большие покупки людей подарками. Ведите базу вот этих потенциальных клиентов, людей, кому вы предлагаете. У меня завтра буквально состоится встреча с человеком, с которым мы довольно давно не общались. Это вообще брат родной моего одноклассника школьного. Я его не видел, ну, много-много лет. И оказалось, что он переехал в Ростов не так давно. И мы с ним списались в Инстаграме. Я говорю, приезжай в офис. По-любому же будешь на Новый год жене, маме подарки делать. Он такой, ну, конечно. Я говорю, приезжай в офис, что-нибудь классное тебе выберем, посидим кофе, попьем. Все, человек должен завтра подъехать, если ничего не было. Это же легко. Ну, это действительно легко. Это несложно позвать человека навстречу прямо, сказать, ты же подарки будешь покупать? Буду. Приезжай, я тебе покажу, что у нас есть. Может быть, что-то выберешь. А может быть, не выберешь. Твое право. То есть, ну, ненавязчиво. И, естественно, берите у людей отзывы, берите рекомендации. Не забывайте о рекомендациях. Купил у вас человек для своего окружения подарки. Спросите, слушай, а в твоем окружении кто-то так же, ну, задумывается о том, что дарить своим там близким, друзьям, родителям. Человек говорит, ну, да, конечно. Слушай, дай мне контакты нескольких человек. Можешь даже порекомендовать, позвонить, сказать, что у меня классные подарки купил. А можешь отметить у меня в сториз, у меня в сториз, например. Ну, не стесняйтесь это спрашивать. Спрос не ударит в нос, как говорится. Эфир будет сохранен. Да, да, запись идет, поэтому запись будет в ближайшее время. Вот, и еще ключевой момент про то, как брать рекомендации, да, контакты с лидерами коллектива. То есть, опять же, о чем мы говорили, о чем я говорил в середине нашего вебинара. Я пришел в поликлинику, я нашел там заведующую, законтачил с ней. Другой момент, например, вот пример той же Марины Крючковой, это моего партнера, которая недавно заработала 17 с половиной тысяч просто так. Как она делает? Она берет рекомендации, например, она едет на продажу в школу, в какое-то социальное учреждение, и она у руководителя делает вам подарок, и у руководителя берет контакты, даже иногда не просто берет контакты, а просит руководителя, например, одной школы, заучи или там директора, позвонить заучи другой школы и сказать, что, слушай, к нам сейчас такая-такая-то женщина приезжала с классными духами. Просто вообще супер. Мы сейчас выбрали всем коллективом. Давай ее к тебе отправлю, она тебе подарок сделает, ну, а твои учителя купят, кому будет что-то интересно. И очень многие соглашаются. Кто-то, естественно, отказывается, но многие соглашаются, и она таким образом работает и делает шикарные продажи. Именно таким образом она заработала более 100 тысяч рублей в один из месяцев. Вот именно таким образом. То есть за подарок не стесняйтесь. Ну, естественно, вы в любом случае проводите какие-то переговоры по бизнесу, вы общаетесь с людьми по бизнесу. И часто люди вам говорят, мне неинтересно твое бизнес-предложение. Я не хочу. Окей. Берите рекомендации. Берите рекомендации, опять же, на людей, которые сейчас будут искать подарки. Делайте на это акцент. То есть что я прошу вас после сегодняшнего вебинара? Первое. Поймите, что у вас есть сейчас потрясающая возможность в руках. У вас есть возможность решить проблемы огромного количества людей в декабре. И благодаря решению этих проблем заработать большое количество денег. Решить многие свои проблемы. И возможно потратить деньги на поездку за границу, которую вы давно мечтали. Возможно сделать на эти деньги какой-то локальный ремонт. Возможно позволить на эти деньги купить себе новый ноутбук, новый телефон, новый телевизор. Я не знаю, что вы себе хотели давно, но как-то до этого не доходило. Почему нет? Вы все это можете сделать уже здесь, сейчас, в декабре. Но нужно начинать включаться в этот процесс уже вот прямо сейчас. Не откладывать это дело на 15-20 число. А если вы сделаете 100 баллов до 5-го числа, вы убьете двух зайцев. У вас будет ассортимент для того, чтобы делать хорошие новогодние подарки. И, соответственно, у вас будет возможность попасть в марафон. Ну что, друзья, на этом моя часть обучения. Все, но мы не заканчиваем с вами. Помните, что я говорил, что вас ждет еще такой бонус, сюрприз. Перед вами сейчас выступит замечательный лидер компании Armel. Очень интересная девушка, которая сама постоянно делает огромные продажи. Уверен, что количество ее заказов в декабре просто будет феноменальным, потому что она все это делает красиво, вкусно. Как она все это подает в социальных сетях. Ну, я сам иногда заглядываюсь и просто в восторге. И поэтому она сейчас вам передаст свой опыт на примере некоторых кейсов. Обязательно записывайте, скриньте, смотрите. Я на этом с вами прощаюсь и передаю слово. Давайте поприветствуем Анастасия Волкова, лидер компании Armel. Всем добрый вечер. Ребята, дайте, пожалуйста, обратную связь. Как меня видно, слышно? Так, супер. Слышно звуками. Так. Я включила звук, должно все работать. Я так рада вас видеть. Вообще очень-очень-очень. Супер. Артем, я благодарю тебя за информацию, которую ты нам дал. Я сейчас сидела, слушала, и на самом деле меня включила прям четко с того момента, когда Артем выложил таблицу. Я обожаю обучение Артема за то, что там все четко, все по полочкам, все в циферках, никакой воды, все посчитано. Я, честно, сфотографировала себе, что заработать 30 тысяч рублей нужно всего лишь продав 10 флаконов таких, 10 таких, 10 таких. То есть вы понимаете, какие эти цифры, такие эти цифры маленькие для декабря, малюсенькие для декабря. Сейчас дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Кому сейчас действительно кажется, что продать 30 флаконов в декабре легко? Я обалдела настолько, что я начала прям, слушая обучение Артема, строчить, строчить сообщения всем в Инстаграме. Я нашла свой Инстаграм, начала листать сториз и писать каждому человеку, чья сториз мне попадается. Я писала, привет, Мариш, как дела? Давно не виделись. Слушай, у меня есть к тебе очень увлекательное предложение. Ты придумала, что ты будешь своим дарить, какие подарочки на Новый год. У меня есть предложение купить все у меня для своих любимых близких. От меня к тебе бонусы, приятные сюрпризы, красивое оформление. Ты вообще будешь не волноваться, что ты подаришь. Будет все оформлено классно. И вы не поверите, я писала об этом, наверное, минут 10-15. Первое я уже написала активному очень риелтору. Она моя знакомая. Она есть у меня в социальных сетях, я за ней наблюдаю. Я смотрю, как они в своей риелторской конторе просто движуку наводят, постоянно наводят движуку. У них очень много народу, у них тоже какие-то различные конкурсы, различные методы мотивации. Я написала ей, говорю, слушай, а если я приду к вам, пожалуйста, договорись, собери людей. От меня тебе тоже приятные бонусы и скидки. На что она мне написала, слушай, мне это действительно интересно, классно. Я говорю, а если ты сама возьмешь папочку, просто продаешь духов среди своих под Новый год? Ну да, очень активный человек, и, возможно, сейчас она включится в бизнес, потому что она и так работает очень активно в риелторстве, а тут еще рассмотрит этот вариант, мой вариант с предложением о продажах. В общем, Артем уже очень много информации сказал. Моя задача сказать вам о важности своевременной работы в декабре и о важности работы в социальных сетях. Первые мои несколько слов были действительно об эмоциях, о мотивации, но сейчас давайте прямо по конкретике. Смотрите, чтобы декабрь был прибыльным, необходимо иметь наличие продукции и готовых подарочных наборов уже в 10 декабря. Артем про это сказал, я повторюсь, ребята, еще раз, поверьте мне, 25 декабря уже никому ничего не нужно будет. Если вы планируете свои квалификации, помимо того, чтобы заработать на продажах, пожалуйста, прям включитесь в это сейчас, подумайте хорошенько о том, что после 25 числа люди будут интенсивно готовить каши, малаши на свой стол, прекрасно украшать квартиру, выбирать наряды, возможно, у кого-то уже пройдут корпоративы или только будут какие-то рабочие корпоративы, будет уже не до подарков. До подарков прямо сейчас. Прямо пишем каждому своему человеку, каждому, абсолютно каждому в социальных сетях, которые у вас есть. и на время декабря. Ребята, я вас прям просто умоляю, кто пользуется социальными сетями, расскажите, пожалуйста, кто пользуется социальными сетями, напишите, какой социальной сетью вы больше всего, какую социальную сеть вы больше всего используете. Поделитесь, пожалуйста, со мной этой информацией. Инстаграм, Инстаграм, Инстаграм. Боже, храни Инстаграм, да? Инстаграм, докладники, это ВКонтакте, Фейсбук, морал, просто супер. На время декабря, партнеры, я вас просто убеждаю в том, чтобы вы вспомнили о всех ваших социальных сетях, которые существуют. Тиктоки, Инстаграм, статусы в в Ватсапе, сторисы в ВК, в Фейсбук, все, что угодно. Одноклассники, в которых у вас только мамины, подружки, какие-то далекие родственники. Мы вспоминаем абсолютно все. Нам это необходимо. Почему? Потому что у человека работает эффект, знаете, такого взгляда кадра. Кто-нибудь слышал хоть раз такую информацию о том, что реклама заходит с седьмого раза. Если вы не слышали, я вам сейчас об этом говорю, услышьте, пожалуйста, человек может с первого раза не принять информацию. И даже если у вас есть человек и в Инстаграме, и в Инстаклассниках, и в Пейнбуке, и еще где-то, он увидит в Инстаграме вашу рекламу, он ее пролеснет. Закон семи касаний, точно, вот прям самое яблочко. Он увидит потом опять же эту рекламу в ВК, у него уже где-то что-то мелькнет. Потом он увидит эту опять же рекламу в Ватсапе в ваших статусах, ему, ну, Санит уже прям, где-то я это видела, да, про кофе, например, вы будете выкладывать кофе, у меня вот такой подарочный набор, можно купить, посмотрите, как классно, какой-то интересный кофе, как он заваривает, и так далее, и так далее. Я вас призываю, я вас призываю просто бесконечно рассказывать обо всем. Я вот вам говорю, не переставая Мамочка, я пошла. Хорошо, простите, пожалуйста. Поговорю, пожалуйста. Извините. Иметь наличие продукции готовых подарочных наборов уже к 10 декабря. Не переставая рассказывать на каждом шагу, что вы можете помочь с выбором подарков Новому году. И самое важное, не втюхивать и не впаривать, а действительно помогать клиенту в решении его проблемы. Поймите, пожалуйста, что если сейчас вы очень грамотно предложите человеку какой-то готовый набор, возможно, продукции, или выгодное предложение, когда он покупает три подарочных набора, четвертый там, вы ему бонусом вручаете, или еще какие-то моменты, то, что вы можете очень много продать в декабре, обязательно. В декабре называют таким месяцем, когда продается все, можно с седьмой продать, именно в декабре, можно сделать все, что угодно, но ваша задача выстроить на этих продажах очень грамотный мостик в отношениях с клиентом. давайте с вами спроекцируем ситуацию. Я, например, мама в детрете, сижу с ребенком дома, возможно, где-то удаленно работаю, возможно, вообще не особо куда-то выхожу, но я очень хочу порадовать подарками перед Новым годом своих близких, мамочку и бабушку. Но у меня чисто физически не хватает времени, да и нет желания наряжать своего ребенка в кучу одежды, идти в торговый центр, в который сейчас тоже не все могут зайти, выбирать этот подарок, потом идти в центр упаковки, то есть обращение, покупать подарок упаковку там, упаковывать дома, в этот момент мой ребенок разорвет эту упаковку, где-то что-то попортит, мне придется или вообще у меня нет времени, мне придется это делать ночью и так далее, и так далее. Тут появляется вы, человек, который может решить сразу все мои проблемы. Первое, выбор подарка, проконсультировать, рассказать про каждый продукт, что каждый продукт дает, какой получить можно эффект, привести отзывы во внимание, сделать подбор аромата, рассказать о всех ароматах, вообще все, что угодно. Второй момент, привести мне этот подарок, и третий момент, он будет уже упакован и красиво оформлен. сейчас я вам покажу красоту. У нас можно собрать подарки стоимостью от 550 рублей. Я говорю об этом всегда вот так. Можно, конечно, сказать, что от 500, но даже копия у нас сейчас стоит 650 рублей, поэтому я говорю от 550 подарочки я смогу вам собрать. Посмотрите, какие шикарные помады. Кто пользуется нашей декоративной косметикой. Девчонки, сейчас на меня скидка до 70%. Не жаль, не чей. Подарите тоже эту скидку своим клиентам. Расскажите об этом, подрубите об этом, покажите, сделайте красивые фото, накрасьтесь красиво. да, вот смотрите, сегодня я, здесь нет ни фильтров инстаграма, ничего, вот только я, вы и камера. На мне полностью макияж потормейт, начиная от тональной основы, пудра, хайлайтер, контуринг, помада, тени, карандаши для каяла, карандаши для губ, тушь. Красиво. Я считаю, что очень красиво. Я считаю, что каждая девушка хочет быть очень красивой. И ваша задача не просто втюхать какую-то помаду бордового цвета, которая вот человеку, например, не подойдет, а помочь подобрать, чтобы он украсил тебя. Скажите, потому что, слушай, я знаю, что у тебя корпоратив скоро намечается, а у нас есть вот такая вот обалденная красная помада. Конечно, знаешь, что она не для повседневной нотки. Потом ты ее накрасишь, наверное, в следующий раз к 8 марта, а может быть и привыкнешь и станешь краситься ей каждый день. Ну, посмотри, вот есть вот такой классный подарок, обратите внимание. А еще, помимо этого, есть различные 6 оттенков помад. Если вы каждому человеку подойдете с душой, предложите ему именно выбрать что-то, да, расскажете с вдохновением, с запалом, с таким, о каждом продукте, который есть в вашем доме, что вы действительно искренне любите, искренне рекомендуете, у вас будут просто нереальные продажи. А потом сработает одно волшебное, один волшебный момент, сарафанное радио. Это мамочка в декрете, то есть я, которой вы помогли, решили проблему, отправили там подарок, да, она это забрала, вручает маме и бабушке. Она расскажет об этом в каком-нибудь великолепном чате декретных таких же мамаш, где тоже есть вот такая возможность. Представляете? А еще вы можете сами найти различные эти чаты, как чаты по дому, чаты садиков детей, чаты школ детей, и очень аккуратно, ненавязчиво там предложить, написать, ребят, знаете, у меня есть свой небольшой магазинчик, я занимаюсь парфюмерией, косметикой, у меня есть натуральный кофе, если вы не выбрали еще подарок для своих любимых и близких, я буду очень рада помочь вам сделать этот выбор. Обращайтесь ко мне, кому интересно, с удовольствием расскажу. Есть ли здесь навязчивость? Нет. Теперь посмотрите другой момент. Ребята, купите у меня кофе, ребята, купите у меня кофюм, ребята, я тут вот это продаю, купите, 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 продажи в лоб не работают, начните, пожалуйста, предлагать людям выбирать, посмотрите, какую красоту подготовила моя, мой партнер Катюша Шутовский и здесь с машинючкой, это все сняла на видео, на фото и на видео Катя, она сделала вот такой вот, вот такие наборы, тут, моя Катюша, тут, пожалуйста, похвалите Катингу, потому что на самом деле она мастерится еще там, 650 рублей набор кофе микс, классный подарок, обалденный подарок, что можно сейчас в магазине купить за 650 рублей, не знаю, ничего, я покупаю продукты раз в день, у меня там они выходят на определенную большую сумму, да, а тут уже упакованный подарок, прилепите на него сверху елочку какую-то новогоднюю и красота, дальше, посмотрите, вот, например, я бы обратила внимание на набор бьюти, крем для лет, крем для ночной лет для мамы, например, и для бабули для моей, это шикарнейший подарок, следующий момент, парфюм и бальзам для тела, тоже очень хороший набор, тоже прекраснейший набор, красивый, красивый, дальше, вот, смотрите, здесь так же помады и столь, столь для ван, кстати, очень такой бюджетный вариант подарка, но очень приятный, согласитесь, столь для ван, а если вы туда еще вложите какую-то маленькую свечечку, я, например, обожаю парфюмированные вот такие свечи, я сижу сейчас дома, за столом, так, говорим с вами, у меня вот здесь вот такие табличные свечи, я их люблю, если вы вложите от себя там какое-то дополнение, то представьте, какой это будет подарок, вы можете зайти в любой магазин, Артем уже говорил про фикс-прайм, вы можете найти в своем городе любой магазин по оформлению подарков, по какой-то маленький зеленушечек, галамарка, еще чего-то, просто украсить красиво ваши подарки, и когда вы сделаете эти наборы, вернемся к нашему первому пункту, у вас должно быть все в наличии, поэтому что нужно сейчас сделать, сейчас нужно заказать какой-то продукт, который вы будете продавать, не ждите пожалуйста, когда наступит 15-е число, когда все транспортные компании будут трещать по швам, и все будет где-то теряться, мы будем долго ждать, будем урвать на себе волосы, приедет или не приедет к нам к назначенному дню поставка, да, получит ли клиент свой подарок, имейте в наличии, у меня еще есть такой инструмент, очень классный, я всегда предлагаю человеку выбирать из того арсенала продукции, который у меня есть сейчас в наличии, так было до того момента, как у меня появился Минсклад, сейчас у меня есть в городе Тюмени Минсклад, я обожаю свой маленький магазинчик, у меня ходит большое количество людей, большое количество народу, так клиентов, так и партнеров, и когда люди ко мне приходят, я обязательно беру обратную связь, ко мне клиенты приходят тоже очень часто, и я рассказываю о том, что можно стать не просто клиентом, но и вип-покупателем, да, можно купить продукцию и покупать ее со психой, тем самым дарить своим клиентам со психой. Я теряю в этом случае заработок, да, с продаж, но я приобретаю своего потенциального партнера, который возможно какое-то время потом включится в работе длина. Скажите, была ли у вас когда-то история, когда человек просто приходил на продукт купить себе один пакончик духов, а потом начинал продавать без конца или регистрировать без конца. У меня была такая история, и сегодня мне этот человек написал свои результаты из наших коктейлей, а там действительно просто вау, девочка пришла купить себе деньги, потом спросила как купить со скидкой, я вас на инстаграме видела, а вы продвигаете скидку, я говорю, да, можно со скидкой, можно и таким образом приобрести стартовый набор, и можно купить продукцию, она решила приобрести стартовый набор, и как посыпались у нее заказы, потом у нее появился партнер, потом она начала проводить встречи, этот человек пришел просто за одним покончиком духов, еще учтите такое очень важное момент, если вы с душой относитесь к каждому человеку, который входит к вам в окружение, входит к вам в бизнес, в подарки, еще куда-то, он если выклинить душой, то он обязательно ответит вам тем же, либо он вас порекомендует, либо он вас сделает вам каких-то приведет клиентов, либо он сам включится в работу, но запомните раз и навсегда, если вы будете думать о том, что мне нравится, что ты нюхаешь, быстрее выбираешь мне быстрее продать, пока он заработает 500 рублей и убежать, так не работает, так результата у вас не будет, он будет минолетным, то есть 500 рублей там, 100 рублей там, а потом все, никто ничего не берет, знакомые закончились и так далее, чем больше вы будете души вкладывать в то, что вы сейчас делаете, тем больше у вас будет отклик на это, я всегда говорю о том, что про законы энергии нельзя забывать, делитесь пожалуйста, возьмите, придумайте несколько наборов каких-то, закажите это, оформите это, нафотографируйте это, можно взять, конечно, фотографии в социальных сетях, но когда вы купите это, сделаете сами, вложите туда частичку своей души, все это нафотографируйте, снимите видео, и будете каждодневно говорить о том, что ребята, Новый год не за горами, я хочу напомнить вам об этом, я хочу напомнить вам, что мы можем, вы можете купить подарки у меня, я для вас постаралась, я посмотрите как только что-то сделала, я хочу вас радовать, я хочу вам помогать, смотрите, 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 и чем чаще вы будете об этом купить, показывать свои подарочки, рассказывать о том, что вот этот подарочек уже забрали, а я просто на него придумала вот такое, а вот эти духи уже купили, смотрите, у меня еще есть такие духи, выкладывать, делиться отзывами, да, сейчас девочка буквально минут 20 назад написала о том, что Настя, я говорю, спасибо тебе огромное за духи, я хожу сюда просто бесконечной мухой, я сразу же взяла фриншот, написала ей, боже, как я рада, потому что действительно очень волновалась, это мамочка двух деток, у нее ребеночек грудной прям совсем, я помню себя после ротов, когда ты не очень воспринимаешь как-то ароматы, и я волновалась, как ей зайдет этот аромат, как он ей будет нравиться или не нравится, простите, пожалуйста, еще секунду, думаю, что это не благотворительство, за гладинку, хорошо, я прочитаю письмо, как закончу, ладно? Хорошо, ладно, хорошо, хорошо, да, простите, прошу, Артем пригласил меня поучаствовать спикером, я не успела никуда представить своего малыша, он мне пишет письма, но я как яркий пример, когда вот этот малыш, который здесь бег, бегает, ползает, ей уже 6 лет почти, но я начинала, когда я не было еще даже кодика, и на руках с ней с самой крошечкой, возможно, сейчас есть здесь девочки, кто нас слушает, кто находится сейчас в декрете, я хочу вам сказать, потому что я понимаю, насколько это сложно работать с ребенком, потому что я поработала сегодня и в офисе, я поработала сегодня весь, это приятно, девчонки, я передаю вам огромный привет, вообще, я знаю, как вам, потому что я поработала сегодня в офисе, потом приехала домой, навалила борща, всех накормила, сделала презентацию, села ее ввести вам, помимо этого поработала с клиентами, понаписала всем, сейчас вот читаю письма, которые мне шлет мой ребенок под стол, приходи скорее, вот поэтому, знаете, что еще очень навеяло мне сейчас таким моментом, отойду от темы, я когда начинала работать, когда ребенок был совсем маленький, мне оказалось очень сложно, и хотелось несколько раз даже бросить все это дело, пойти в туман, забыть, а сейчас я благодарна, я невероятно благодарна от МЭЛ, потому что я все свое свободное время могу посетить своему ребенку, у меня нет работы от часа до часа, да, я должна в другом с утра встать, несмотря ни на что, на снег, на дно, защитываю у ребенка в садик, потому что мне нужно на какую-то работу, я не должна сидеть до 8 вечера, когда у меня у ребенка какое-то выступление, я могу просто встать и уйти, потому что я сама организую свое время, поэтому, девчонки, кому сейчас тяжело, кто, кто, возможно, даже это нельзя декрет сюда приписать, да, можно приписать туда основную работу, когда вы сейчас зашиваетесь на основной работе и пытаетесь, что-то стараетесь организовать в армейд, знайте, пожалуйста, у вас все получится, начните делать маленькие шажки, начните делать маленькие действия по рекомендациям лидеров, просто начните бесконечно рассказывать о том, чем вы сейчас занимаетесь, чем вы сейчас вдохновляетесь, благодарю вас, мне очень приятно слышать это все, и я хочу вас вдохновлять, я хочу вас с вами делиться этим, берите на заметку, я готова рассказывать бесконечно обо всем, и еще хочу поделиться с вами, знаете, какой идеей, идеей о том, что помимо подарков вот таких вот столи для ванн, помады, еще чего-то, у нас есть еще один очень классный подарок, который может подарить человеку перемены в его жизни, может открыть для него один новый источник дохода, смотрите, пожалуйста, это же, конечно же, наша папочка, расскажите, пожалуйста, своему окружению, что это тоже можно подарить, можно подарить самой себе, возможно, у вас есть какие-то сейчас в ликуде, которые на карандашике у вас написаны как потенциальные партнеры, но вы не знаете, как там, что еще довести это дело до конца, рассказать про бизнес, напишите, скажите, слушай, в преддверии этого волшебного праздника, в преддверии нового года я хочу предложить тебе, подарить себе эту возможность, принято начинать все с чистого листа, с 1 января, с понедельника, с нового месяца, и так далее, и так далее, принято начинать все, что-то светлое, новое, я предлагаю тебе начать уже сейчас, смотрите, как круто, после ремонта, да, после того, как ребенок в садик пойдет, после того, как я заработаю, после того, как я похудею, это вот, ну, девчонки, отзовитесь, пожалуйста, что-то повсеместно, это у всех есть, а тут есть вот такой замечательный подарок, когда вы приобретаете и рекрутинговый бонус вы заработаете, вы приобретете партнера, который, возможно, в декабре делает хорошие продажи, поймет, как работает этот бизнес, включится с вами в работу, а с января с чистого листа, как мы привыкли это делать, начнет строить с вами бизнес, например, да, и, конечно же, вот такие вот подарочные сертификаты, посмотрите, какую красоту, это тоже дело рук нашей Катюши, она у нас вообще молодечек, огуречек, вот, и после этого вот такие сертификаты тоже очень классные на самом деле можно сделать в любой печатной студии буквально за 2-3 дня и можно продавать благодаря я прочитала и приходи скорее 5 минут, подари мне 5 минут, ладно, я приобрету, хорошо, и эти сертификаты можно сделать уже прямо сейчас, когда человек, например, мужчина, он не может, мы дарим сказку на пожизненный контракт, как волшебники меняют жизнь многим, морал, я благодарю за вот это дополнение, на самом деле так и есть, а есть еще сертификаты, сертификаты очень классно предлагать мужчинам, мужчины, вообще, как говорил Артем, не отличаются у нас креативностью, не любители что-то выдумывать, что-то классное, красивое делать, поэтому такой подарочный красивый сертификат, а вы потом уже с его женой, с его мамой, с его сестрой, с его племянницей, с кем угодно можете выстроить свои долгосрочные отношения, потому что понять друг друга мы точно сможем помочь подобрать во всем и так далее. Немножко такой сумбурный у меня сегодня рассказ, потому что отвлекаюсь, но я была очень рада разведить, возможно, у вас есть какие-то вопросы по продвижению продуктов в социальных сетях, я буду рада вам ответить, задавайте, пока что я вам смогу еще минут пять, надеюсь, спасибо, спасибо, благодарю вас, благодарю вас за обратную связь, по поводу социальных сетей, важна регулярность, помним, пожалуйста, про то, что нас запоминают седьмого раза, не стесняйтесь каждое утро пить в сторис кофе и после этого говорить, слушайте, ну это же такой классный подарок на Новый год, воспитателям, учителям, коллегам и так далее. Следующий момент, готовьте свои подарочные наборы, не ждите, когда вся продукция закончится, закажите уже сейчас, делайте себе сертификаты, пофотографируйте, вложите частичку души своей туда, пройдитесь по всем своим знакомым, кого вы рассматриваете, кто вам действительно искренне нравится, предложите, подарите вот этот вот пожизненный контракт и возможность изменить свою жизнь, побудьте таким волшебником в жизни других людей, это очень классно. Я вас благодарю за обратную связь, я желаю вам всем фееричного декабря, огромных продаж, новых сильных партнеров вашей команды, и я уверена, что это обязательно сбудется, вы большие молодцы, делайте по чуть-чуть, но ежедневно, и вы просто будете в восторге от того, какой у вас проявится результат. Всем пока-пока.